Что вы знаете о беспилотных автомобилях? Нет, я не про футуристические машины из фантастических фильмов. Я про реальные машины, которые уже сегодня способны ездить без водителя. Время машины Именно Tesla позволяет получить автопилот уже сегодня. Принцип его работы построен на данных от четырех источников. Во-первых, Tesla использует специальные ультразвуковые сенсоры, которые сканируют пространство вокруг автомобиля в поисках препятствий и других машин. Во-вторых, используется специальный фронтальный радар, который позволяет автомобилю видеть, что происходит впереди, даже в дождь и туман. В-третьих, система автопилота Tesla использует фронтальную камеру, которая позволяет следить за разметкой и дорожными знаками. Ну и четвертая составляющая автопилота Tesla – высокоточный GPS-трекер, который отслеживает работу всей системы и проверяет точность действий. Правда, в Tesla утверждают, что их автопилот не предназначен для езды по городу, а только для передвижения по автострадам, автобанам или хайвеям. Однако в городе он все-таки тоже работает. Но, как вы все прекрасно знаете, автопилот Tesla не без греха. Не так давно все новостные сайты запестрели заголовками «Автопилот Tesla убил человека». Действительно, 7 мая этого года 40-летний житель штата Огайо Джошуа Браун попал в аварию на автомобиле Tesla, который в этот момент работал в режиме автопилота. Ни водитель, ни автопилот не заметили поворачивающую фуру. В результате тормозная система не активировалась, и автомобиль на приличной скорости въехал в фуру. Водитель погиб. Есть две версии, почему ни автопилот, ни водитель не смогли вовремя затормозить. Во-первых, фура была светлого цвета, и на фоне яркого неба была не сильно заметна. Система попросту не увидела поворачивающий тягач, водитель, видимо, тоже. Кроме того, причиной, почему система не смогла увидеть огромную фуру и вовремя затормозить, мог стать большой дорожный просвет тягача. Система автопилота Tesla устроена таким образом, чтобы игнорировать высоко расположенные объекты, иначе автопилот тормозил бы каждые несколько метров, реагируя на знаки и другие предметы на дороге. Но при всем при этом, это единственное ДТП со смертельным исходом на 210 миллионов километров пути, который проехали автомобили Tesla Model S в режиме автопилота. Хотя по статистике, в США аварии со смертельным исходом происходят примерно каждые 150 миллионов километров, а по общемировой статистике — каждые 97. Одним словом, автопилот Tesla, несмотря на то, что он по-прежнему работает в режиме бета-тестирования, гораздо надежнее человека-водителя. При этом данная конкретная авария — скорее роковое стечение нескольких обстоятельств. Но, к сожалению, ДТП с участием беспилотных автомобилей неизбежны, ведь не все зависит только от компьютера, просчитывающего работу автомобиля. Огромное количество внешних факторов и обстоятельств могут привести к аварии даже очень умный автомобиль. Хотя разработчики беспилотных автомобилей говорят, что основная цель их работ — уменьшить это самое количество ДТП на дорогах, и умные машины позволят это сделать. Отсюда и вытекает другая, этическая сторона подобных технологий. Представьте себе момент за мгновение до аварии. Немногие люди в подобной ситуации могут действовать рационально. Слишком мало времени, да и водитель банально может запаниковать. С другой стороны, автоматика не подвержена панике и может за одну секунду просчитать несколько сотен вариантов исхода событий и принять наиболее верное решение, чтобы минимизировать последствия аварии. И вот тут возникает главный вопрос — кем должна жертвовать автоматика? На этом видео приводится пример того, как может реагировать беспилотный автомобиль в критической ситуации. С грузовика на автостраде падает крупный объект. При этом ваш автомобиль не может избежать аварийной ситуации и может либо врезаться в этот объект, либо уйти влево и врезаться в другой автомобиль, или уйти от столкновения вправо и сбить мотоциклиста. Так что же он должен сделать? Кем должен пожертвовать компьютер в данной ситуации? В том же фильме «Я, робот» главного героя спасает домашний робот, при этом жертвуя ребенком, шансы на выживание которого были значительно меньше. То есть в этой ситуации робот руководствовался рациональным выбором, спас того, чьи шансы на выживание были выше. Человек же в данной ситуации старался бы спасти ребенка, потому что чувство сострадания к детям гораздо выше, чем к взрослым мужчинам. Так как должна работать автоматика беспилотного автомобиля? Стараться спасти людей в салоне и пожертвовать пассажирам в машине слева, или минимизировать риски и сбить мотоциклиста справа? В этом главный этический вопрос умных самоуправляемых автомобилей. Но вернемся к основной теме. Сегодня не только в Tesla трудятся над автопилотом. Пожалуй, самый известный в мире автомобиль, способный ездить без водителя, это Google Mobile. Несмотря на то, что автомобили Google до сих пор проходят только тесты, они их знают в любой точке земного шара. Причем Google использует для системы автопилотирования как собственную разработку, крошечный двухместный автомобильчик, так и вполне гражданские Lexus RX, Toyota Prius и даже Audi TT. Google использует для собственного автопилота данные от сервиса Google Street View и особый датчик LiDAR, который устанавливается на крышу автомобиля. LiDAR расшифровывается как Light Identification Detection and Ranging, то есть световое обнаружение и определение дальности. По сути, это дальномер оптического диапазона, и принцип его работы очень похож на радар. Первые тесты автономных автомобилей с системы LiDAR от Google начались в 2010 году. В 2014 году Google показала собственный прототип беспилотного автомобиля, который не имеет ни руля, ни педалей газа и тормоза и на 100% автономен. А внешне Google Мобиль больше напоминает персонаж мультфильма, чем серьезное транспортное средство. Но в итоге цель Google — это не продажи машин, а продажи систем беспилотного управления крупным автомобильным концерном. В мае этого года Google заключила договор с Fiat Chrysler, в рамках которого будет выпущено 100 самоуправляемых Chrysler Pacifica. Система Google также имеет свои недочеты, как и Tesla. Например, Google Мобили не могут ездить под проливным дождем и в условиях заснеженной местности. А происходит это потому, что Google использует систему сравнения заранее отснятых фотографий с окружающим ландшафтом, который автомобиль видит в режиме реального времени. То есть Google Мобиль попросту не может определить местность, если лежит снег. Тема беспилотных автомобилей настолько актуальна, что ей озабочены практически все крупные автоконцерны и страны. На сегодняшний день существует несколько крупных программ по разработке беспилотного автомобиля, включая программу Европейской комиссии с бюджетом в 800 миллионов евро. Вот еще один пример скорого прихода автономных машин в нашу повседневную реальность. General Motors совместно с компанией Lyft, а это конкурент Uber, решили запустить беспилотное такси. В течение уже этого года в одном из американских городов сервис Lyft запустит беспилотные такси, которые будут приезжать на вызовы к самым обычным клиентам. Uber, разумеется, в стороне тоже не остался и также работает над автономным такси. Свои проекты по беспилотным автомобилям есть у Volkswagen, Audi, BMW, Volvo и Nissan. На выставке CES 2016, где мы побывали в этом году, было представлено много автомобилей и систем, которые призваны внедрить в повседневную жизнь систему автопилотирования. Конечно, для многих из нас это звучит как фантастика, особенно если вы являетесь гордым владельцем отечественного авто. Но уже сегодня такие автомобили, как Tesla, позволяют заглянуть в будущее и увидеть, каким оно будет в самое ближайшее будущее, когда поездка на работу на собственном автомобиле позволит владельцу не смотреть на дорогу, а заниматься собственными делами. Конечно, внедрение беспилотных автомобилей может лишить работы миллионы людей по всему миру и вызвать новый кризис. Но это уже совсем другая сторона вопроса, этическая, с которой еще предстоит разобраться, как производителям подобных систем, так и правительствам во всем мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!